Ну шо там, здравствуйте! Весь клан в сборе, а? Все пособирались? Все скупались, а пособирались? Все, вот то. Заходите в избушку. В уши растопырали, и давайте уже кончаем этот баян. Вот так вот. Цена у нас часть какая? Педаль отдали? Часть сорок седьмая. Погнали, дали. Четыре плюс семь равно сорок семь. Сорок семь и ичок. Закончили. Поехали. Они продолжали продвигаться на запад. На смену холмам снова приходили плоские, обдуваемые ветрами равнины, по которым струились ручьи и реки, бравшие начало среди расположенного на севере Большого Ледника. Их русла порой уходили вглубь, вглубь скалистых расщелин, или тянулись среди долин с невысокими склонами. Кое-где в степях попадались невысокие деревья. Условия в этих местах не благоприятствовали их росту, хотя подземные реки и снабжали влагой их корни. Ну вот так. Глядя на их изогнутые сучковатые ветви, можно было подумать, будто деревья застыли, нагнулись под порывом шквального ветра и так и не выпрямились. Эйла и Джандалар по возможности старались не покидать долин, в которых они могли укрыться от ветра и найти их ворост для костра. Ведь только там росло довольно много берез. Ив, сосен и лиственниц. Впрочем, в степях водилось великое множество животных. Благодаря наличию нового оружия, мужчина и женщина уже не беспокоились о том, как пройдет охота. Они могли в любой момент добыть свежего мяса и зачастую бросали остатки добычи даже, на запах которой вскоре сбегались четвероногие и слетались пернатые хищники. Прошла уже половина лунного цикла, и они все еще находились в пути. И вот однажды выдался на редкость жаркий и безветренный день. Жара! Почти все утро Эйла и Джандалар передвигались пешком, но, заметив впереди зеленый холм, взобрались на спину Винни. Джандалар ищутил аромат, исходивший от разгоряченного тела Эйлы. И рука его скользнула к ней под рубашку. Шо, опять ароматы! Шо за любовь у вас со временем, а? Любовные месяцы на целый год растягаются, че шо? И вот, оказавшись на вершине холма, они увидели за ним красивую долину с широкой рекой. Солнце стояло в зените, когда они добрались до берега. — Ну, куда повернем? На юг или на север, Джандалар? Вдруг спросила Эйла. — А давай не станем никуда поворачивать. Устроим лучше привал, — сказал тот. Эйла начала было возражать, мол, к чему так рано останавливаться, если на то нет веских причин. Но Джандалар прикоснулся губами к ее шее. И все. Легонько потеребил пальцами сосок ее груди. И ей показалось, что устроить привал все же стоит, поскольку спешить им уже некуда. — Хорошо, давай остановимся, — сказала она и соскользнула сразу же на землю. Джандалар спешился, помог ей снять вьючные корзины свинни, чтобы кобылка смогла отдохнуть и попастись. Затем заключил Эйлу в объятия и принялся целовать ее. Везде. — Да, я сниму рубашку, — сказала Эйла. — Ну, да, я сниму. Джандалар улыбнулся, увидев, как она стащила ее с себя через голову, а затем развязала шнур, на котором держались штаны. Он тоже принялся снимать с себя рубаху, и тут услышал смех. Смех Эйлы. Пока он раздевался, она успела убежать и со смехом бросилась в воду. — И решил искупаться, — сказала она. И Джандалар кинулся следом за ней. Река оказалась глубокой и холодной, а течение очень стремительным. Смотри, еще унесет. Но Эйла поплыла вверх по реке так быстро, что Джандалару едва-едва удалось догнать ее. И он привлек ее к себе и поцеловал. Но она выскользнула у него из рук и со смехом устремилась к берегу. Джандалар бросился за ней, но к тому времени, когда он вышел из воды, Эйла уже успела убежать довольно-таки далеко. Он устремился за ней, но так и не сумел ее поймать. Ему пришлось приложить немало усилий, и, наконец, он все же догнал ее и обхватил руками за талию. — На этот раз тебе никуда от меня не деться, — сказал он и привлек ее к себе. — Смотри, как бы эта беготня меня не утомила, ведь тогда я не смогу подарить тебе радость, — добавил он, хотя игривость Эллы пришлась ему по вкусу. — Я не хочу, чтобы ты дарил мне радость, — ответила она. — Я не хочу. И Джандалар аж разинул рот от изумления. Как так-то? На лбу у него пролегли тревожные морщинки. — Ты не хочешь, чтобы я... И он разжал даже свои объятия. — А я хочу сама подарить тебе радость. — Я хочу. Сердце, замершее на мгновенье у него в груди, забилось ровнее. Сразу же. — Ты всякий раз даришь мне радость, — Эйва, — сказал он и снова обнял ее. — Я знаю, что тебе бывает хорошо, когда ты даришь мне радость. Но я не это имел в виду. И взгляд ее стал серьезным-серьезным. — Я хочу научиться доставлять тебе удовольствие, Джандалар, а не только ты мне. Он не смог сдержаться и принялся жадно и страстно целовать ее, словно никак не мог насытиться. Она отвечала на его поцелуй с таким же жаром. Они застыли, наслаждаясь, упиваясь друг другом. — Я покажу тебе, как можно достать мне удовольствие его. — Я тебе покажу, — сказал Джандалар и взял ее за руку, повел ее к зеленой лужайке у реки. Они опустились на траву, и он снова поцеловал ее в губы, затем в шею и легонько прикусил мочку уха. Руки его скользнули к ее груди. Он наклонился, ища губами ее сосок, но Эйла внезапно отпрыгнула от него. Она отпрыгнула. — Я хочу подарить тебе радость, — сказала она. — Я! — Эйла, для меня огромное удовольствие дарить тебе радость. — Если мы поменяемся с тобой местами, я вряд ли смогу испытать еще больше наслаждения. — Что, тебе при этом будет плохо? Откинув голову назад, Джандалар расхохотался и обнял ее. Эйла улыбнулась, хоть и не поняла, что ты так его развеселила там. — Что бы ты ни делала, мне вряд ли станет плохо, — сказал он, и, проникновенно глядя на нее синими глазами, добавил. — Я люблю тебя, женщина. — Я тоже люблю тебя, Джандалар, мужчина. — Очень люблю, когда ты улыбаешься и вот так смотришь на меня, или смеешься. — Никто, если на вкланы, не мог смеяться, и мой смех был им неприятен даже. — Я больше никогда не стану жить среди людей, которые не смеются. Они даже не улыбаются. — Ты должна как можно чаще улыбаться. Ты должна смеяться, Эйла. — У тебя такая красивая улыбка. Услышав его слова, она невольно улыбнулась. — Эйла, эх, Эйла, — проговорил он. А затем прильнул губами к ее шее и принялся ласкать ее. — Джандалар, я люблю, когда ты ко мне прикасаешься и целуешь меня в шею. Но я хочу узнать, я хочу узнать, что доставляет тебе удовольствие. И он тихо усмехнулся. — Мне трудно сдержаться. Ты так желанна, Эйла. — А что доставляет тебе удовольствие? — Делай так, чтобы тебе было приятно. И все. — А тебе это понравится? — Хм, а давай проверим. И Эйла легонько толкнула его, и он лег на спину. Затем она склонилась над ним. Ух, властная женщина. И принялась целовать его, раздвинув его губы языком. Как в ворота. Вошла. На коннике. Он отвечал на ее ласки, стараясь держаться. Эйла легонько провела языком по его шее и почувствовала, как он задрожал. — А-а-а. И она взглянула ему прямо в глаза, проверяя, все ли в порядке. — Тебе приятно? — Да, Эйла, очень приятно. И он действительно сказал правду. Так-то оно и было. Ее робкие ласки разожгли в нем небывалую страсть. Ее легкие поцелуи обжигали его кожу словно огнем. Она держалась неуверенно, как неопытная девушка, которая уже достигла зрелости, но еще не прошла через ритуал первой радости даже. А потому и казалась даже более желанной. Столь нежные поцелуи разжигали в мужчинах буйную неуемную страсть и казались более сладкими, чем самые изысканные ласки взрослой уже женщины. Ведь запретный плод, он всегда сладок. Он вызывает наиболее сильное влечение. И никуда ты от этого не денешься. Таков закон. Закон природы. Любая из женщин была более или менее доступной. Любая. Но к девушке до совершения обряда первой радости никто не имел права прикасаться. Даже прикасаться. Уединившись с мужчиной в темном углу пещеры, такая неопытная девушка могла свести с ума любого. Хоть молодого, хоть старого, старика. Больше всего на свете матери боялись, как бы одна из них, дочерей, не вступила в период зрелости вскоре после летнего схода. Поскольку следующего пришлось бы ждать уже очень долго. Не дождешься. Многие девушки к моменту совершения ритуала первой радости уже умели целоваться и ласкать мужчин. И Джандалар знал, что для некоторых из них радость оказывалась далеко не первой. И это было явно видно. Хотя он всякий раз умалчивал об этом, чтобы не опозорить девушек. Он знал, как привлекательны неопытные девушки. Отчасти поэтому участие в совершении обрада первой радости доставляло ему такое удовольствие. Отчасти. И теперь он обнаружил такую же привлекательность в Эйле. Вот оно, счастье. Отчасти. И она поцеловала его в шею. По его телу пробежала целая волна дрожи. Цунами поехала. Он закрыл глаза и тихо застонал от наслаждения. Эйле снова склонилась над ним. Ее губы заскользили по его телу, спуская все ниже и ниже. Вот, вот, вот. И она почувствовала, как все более и более сильное возбуждение охватывает. И ее тоже. Джундалар застонал, запрыгал, испытывая сладостную муку. Чувствуя, как от ее прикосновений огонь, огонь разгорается, пробегает по всему его телу. Как внутри у него все словно тает там. Она принялась целовать его в пупок и не в силах больше сдерживаться. Он приложил ладонь к ее затылку и легонько подтолкнул ее. Вот, вот, вот. Его разгоряченный мужской орган оказался прямо рядом с ее щекой. Воткнулась копье-то. Эйла прерывистой дышала, легонько постановая. Бросив взгляд на Джундалара, она спросила. — Джундалар, ты хочешь, чтобы я... — Ну, только если ты сама этого хочешь, Эйла. — А тебе... Тебе это будет приятно? — Да, мне будет это приятно. — Я хочу. Ощутив прикосновение ее теплого влажного рта, он застонал весь. Язык ее все время двигался туда-сюда, туда-сюда-обратно. А он ощупывал впадины и выпуклости, прикасаясь к тонкой нежной коже. Убедившись в том, что ее действия доставляют Джундалару удовольствие, Эйла почувствовала сразу же в себе уверенность. — Ну, а варюш, властная женщина! Она испытывала действительно такое же наслаждение, как и он. Может, даже и больше. А вдобавок ей было очень интересно. Интересно же ведь! Новенькая-то, а? Она снова легонько провела языком и услышала, как Джундалар негромко вскрикнул. А затем почувствовала, что из ее тела сочится теплая влага. И язык ее задвигался еще быстрее. — О, Донни! — воскликнул Джундалар. — Эйла, Эйла! Где ты только этому научилась-то, а? — О-о-о! Слыша его крики и стоны, Эйла тихонько застонала. А затем, чувствуя, как велико его желание, перекинула через него ногу. И, выгнув спину, она начала ритмично двигаться, ощущая величайшую радость. Глядя на нее, Джундалар испытал прилив восхищения. — Вот это женщина, а! Ее волосы, пронизанные лучами солнца, сияли. Они сияли, словно нити золотые. Глаза ее были закрыты при этом. Она отдышала ртом. И по ее лицу он догадался, что она пребывает на вершине блаженства. И она вдруг откинулась назад. Ее крепкие округлые груди с резко очерченными сосками легонько всколыхнулись. На ее смуглой бронзовой коже играли солнечные отсветы. Прям зайчики! Она приподнялась и снова опустилась, чувствуя, как Джундалар вторит ее движение. А он двигался в такт. На мгновение у него тоже перехватило дыхание, и он понял, что больше никак уже не сможет сдерживаться. И он громко закричал, когда Эйла приподнялась еще раз. И соки, переполнявшие его чресло, брызнули наружу. И Эйла прильнула к нему, тяжело дыша и содрогаясь от этого блаженствия. И он слегка отстранился, чтобы найти губами ее сосок. Некоторое время они провели в полной неподвижности, а затем Эйла опустилась на траву рядом с Джундаларом. Он приподнялся, чтобы поцеловать ее, а потом уткнулся носом в ложбинку прямо между грудей. Чуть позже он откинулся на спину. Голова Эйлы лежала у него на плече. — Мне приятно дарить тебе радость, Джундалар. Как же это приятно! — Еще никто никогда не доставлял мне такой радости, как ты. — Но тебе больше нравится самому дарить мне радость? — Да не то чтобы просто. — Но когда ты мне помогаешь, это еще даже больше. — Откуда ты только все про меня знаешь, а? — Ты так умело это делаешь, так же ловко, как изготавливаешь орудия. И Эйла улыбнулась, а потом рассмеялась. — Джундалар — большой мастер. Он творит чудеса с кремниевыми пластинами. — И с женщинами, — сказала она. По ее лицу нетрудно было понять, что она очень довольна собой. У нее тоже получается орудие. Вон какой, снаряд. И Джундалар расхохотался. — Ты, снаряд, конь ты с ушами. — Ты впервые пошутила, Эйла. — Ну да, — сказал он, и чуть смущенно улыбнулся. Эйла угодила в точку. И он уже слышал подобные шутки раньше. — Впрочем, ты права. Мне по душе дарить тебе радость. Твое тело достойно восхищения. И я люблю тебя. Мне очень нравится, когда ты даришь мне радость. У меня внутри аж все прям тает от любви. Ты можешь дарить мне радость всегда. Всегда, когда захочешь. Даже знак не надо показывать. Но иногда мне было бы приятно делать это и самой тоже. Джундалар опять рассмеялся. — Что, мне тоже в позу соития вставать, что ли, а? Когда тебе забаромбоздиться? — Хорошо, так и договоримся. — Только и сказал тот. И раз уж ты так любознательна, я могу кое-чему научить тебя. Мы могли бы дарить радость друг другу одновременно. Мне бы очень хотелось поскорее сделать так, чтобы внутри у тебя все растаяло от любви. Все прям. Но, боюсь, на этот раз ты так постаралась, что даже сама ходу-то не смогла бы, прикоснувшись ко мне, пробудить во мне желание. Эйла немного помолчала. — Что, все соки выжали? А затем проговорила. — А это не так уж и важно, Джундалар. — Что не так уж важно? Даже если бы твой этот куролесник больше никогда не смог подняться, все равно, при взгляде на тебя, у меня внутри все тает от любви. Все равно все тает. — О, да даже не упоминай об этом. Продолжая улыбаться, он все же невольно содрогнулся при этой мысли. — Твой куролесник подымется снова. — Очень серьезно проговорила она, а потом опять рассмеялась. — И что тут ты веселишься, женщина, а? — Есть вещи, над которыми никак не шутят, — сказал он, притворяясь рассерженным. — Конечно, над куролесником, кудесником тут шутят, шутки. А затем тоже рассмеялся. — Ты куролесник. Он удивился, обнаружив фейл, игривость и склонность к шуткам, свойство, которое всегда ему нравилось. Но не во время же этого. — А мне приятно веселить тебя. Мне это все приятно. Смеяться вместе с тобой почти так же замечательно, как и любить тебя. Я хочу, чтобы мы почаще смеялись вместе. И тогда, может быть, ты никогда меня не разлюбишь. — Что? — Разлюбить тебя? — воскликнул он, слегка приподнявшись даже и глядя на нее сверху вниз. — Эйла, я искал тебя всю жизнь. — Толком не понимаю, чего именно я жду, куда я иду и к чему я приду. Ты — живое воплощение всех моих мечтаний. Ты просто чудо. Чудо чудесное. Понимаешь? Ты — удивительнейшее, загадочное создание. Ты на редкость честна, ты откровенна, ты ничего не скрываешь. Но при этом ты самая таинственная из всех женщин, какие когда-либо встречались мне. И помни об этом. Я смог бы прожить рядом с тобой всю жизнь, постоянно открывая в тебе нечто новое для себя. Постоянно. У тебя настолько глубокая натура, что потребовалось бы несколько жизней, чтобы до конца узнать ее и понять. Ты кажешься мне такой же мудрой и древней, как сама великая мать. И вместе с тем совсем юной, как девушка, которой еще предстоит совершить обряд первой радости даже. И ты — самая красивая женщина на свете. Просто мне даже не верится, что мне выпала такая редкостная удача. А раньше я думал, что никогда никого не полюблю. Но теперь я понимаю, что все это время я просто ждал встречи с тобой. Я полагал, что не способен на любовь вообще. Но я люблю тебя, Эйва. Ты для меня дороже самой жизни. И тут на глазах у Эйлы поплыли ручеечки, повыступали слезы. Джандалар прикоснулся губами к ее векам и крепко прижал к себе, словно боясь ее потерять. И вот, проснувшись на следующее утро, они увидели, что земля покрылась тонким слоем снега. Опустив кусок кожи, прикрывавший вход в палатку, они зарылись поглубже в меховые шкуры. Им обоим стало грустно. — Пора повернуть обратно, Джандалар. — Пожалуй, ты права, — только сказал он и заметил, как у него изо рта вырываются струйки пара. Но до зимы еще далеко. Вряд ли нас настигнет сильная буря. — А это неизвестно. — Порой погода здесь преподносит всякие разные сюрпризы. И, встав с постели, они принялись потихоньку собираться. Когда на глаза Элли попался тушканчик, выбравшийся из гнезда на поверхность земли и запрыгавший куда-то на двух лапах, она сразу же прикончила его, выстрелами спрашивая. — Все, нету тушканчика. Схватила его за хвост, который был чуть ли не в два раза длиннее его тела, взяла его за задние лапы с похожими на копытцем мозолями и потащила его, перекинув через плечо. Сидя у костра, она быстро освежевала эту тушку и принялась жарить мясо на вертеле. — Все, як майя буты. — Жаль, что приходится возвращаться, — сказала Эйла Джандалару, когда он подошел, чтобы подкинуть хворосту в огонь. — Да чего же было хорошо вот так путешествовать, останавливаясь, когда захочется, не думая даже о припасах, которые понадобится тащить в пещеру, устраивая привал только лишь потому, что у нас возникло желание искупаться или поделиться друг с другом радостью. Как же это здорово! Как замечательно, что тебе пришло это в голову! — Мне тоже жаль, что наше путешествие подходит к концу Эйла. Оно было очень удачным. И он поднялся с места, чтобы принести еще хвороста, и направился к реке. Эйла последовала за ним. Обогнув поворот, они увидели целую кучу валежника. — Вот он! Новый поворот! Внезапно до Эйлы донесся какой-то звук. Она обернулась и тут же подошла к джандалару. — Эгей! — крикнул кто-то. Навстречу, махая им руками, шли какие-то люди. Их было немного, но Эйла испуганно прильнула к джандалару. Он обнял ее за плечи, чтобы успокоить и хоть как-то подбодрить. — Ничего страшного, Эйла. Это мамутои. Я не рассказывал тебе, что они именуют себя охотниками на мамонтов. Так вот, это они. Они приняли нас за своих соплеменников, — сказал джандалар. — Мы свои. И вот, когда мамутои подошли поближе, Эйла повернулась к джандалару. На лице ее застыло это радостное, изумленное выражение. Она так ждала этого. Эти люди, они, они улыбаются, джандалар, — сказала она. Они, они улыбаются мне. Да, ребята, получается, что вот мы и закончили. Я сам думал, что еще буду читать как минимум половину этого рассказа. Половину сегодняшнего рассказа. Еще полчаса. Нет. У меня получилось, страницы что-то повторялись, повторялись, и все. Она повторялась. Надо редактору насыпать там. Что-то они там бумагу портят, а. Действительно. Ну, получается, мы закончили этот второй том нашего баяна. Интересно получается. Встретились они с мамутои. И все. Зажились здорово и счастливо. Да, как вы там писали. В предыдущем рассказе я хотел очень... Хочу обсудить такую штуку, когда пришел лев. Я представил этот момент, и я думал, что вот сейчас он выпустит стрелу в него. Ну, хотя бы попробует защитить ее. Раз так уже он ее там влюбился. И это было бы опасно. Как для него, так и для нее. Ну, главное для льва и для него, конечно же, это в первую очередь. Но что самое интересное, он даже не попытался этого сделать. И это для меня было... Это для меня было... Это большого, значит. Ну, в том плане, что дальше как. Вот именно вот это. То есть он настолько там всрался, что все. Но, видать, так нужно было для рассказа. Но в жизни это был бы очень большой показатель. Согласны вы, да? Ну, то есть, если бы там он что-то попытался, то, конечно же, его бы могли и загрызть. И так далее. Ну, вот что-то вот это я хотел вам рассказать. А уже мы закончили. Кому уже рассказывать, правильно? То есть вот так вот. Ну, и нас подводили, подводили. К чему-то нас подводили к этой эмансипации. Еще властная женщина. Я еще хотел бы, чтобы она стала прям целительницей. Как же это? Шамуда. Че как она? Шамудой. Шамуда вот эта. Славная главная Магурша. Вот это хочется, чтобы она была. Чтобы она была главной ведьмой клана. Всех кланов. Всей земли. Ну, вот так. Хочется. Вы еще, ребята, пишете очень много. Вы хотели бы и представляете себе, чтобы она вернулась именно к себе в клан. Чтобы она показала, какая она сейчас стала. Чтобы все прям там ах, 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 ах. Ахнули. Чтобы они все там ах. И ели. Правильно? Вот так хочется, правда? Очень хочется. Чтобы вот я, я добилась. Вот какая у меня теперь и лев, и все, и винни, и кобылка, и все, я умею. Вот. Но это вполне нормальное желание каждого. Это вот что я хочу сказать. Когда вы чего-то... Особенно, когда вы чего-то еще не добились. Вот, вот. Именно так хочется сказать. Когда вы еще только... Только на заре этого всего, скажем. Только, только, только. Когда у вас еще нет этого. Вы хотите прям показать всему миру, что вот у меня все, я умею. Да. Но самое грустное это в том, то, что когда этого добиваешься, то никому не хочется ничего доказывать. Это уже как-то так из собственного опыта, что ли. Вот не хочется абсолютно. Не хочется не видеть даже этой реакции, которую ты хотел бы увидеть, когда вот тогда ты на заре. Вот тогда, да. То есть тебе так прям этого хочется. И ты настолько этого хочешь всеми фибрами своей души. Но почему-то, когда это происходит, не хочется этого. Не хочется даже... Ну, то есть, как вам объяснить? То есть те люди, которые от вас чего-то ждали и не видели, и не перспектив, то есть это уже очень как-то ущербно для них же. И когда вы чего-то добиваетесь, то я уже, например, не хочу не видеть ни реакции. Мне это даже не интересно. Мне даже не интересно тратить время на то, чтобы вот вернуться к этим... К клану и показать им, что вот посмотрите, какая я. Ну, единственное, что вы очень хотели бы, и да, здесь по рассказу тоже... Ну, как это сына оставить? Естественно, сына она должна была забрать. Ну, и по ходу дела там, хочешь не хочешь, уже как бы показать бы. Вот если это не специально, а вот по ходу дела, вот как здесь, если это так будет, то есть она поедет просто за своим сыном, и да, они мимоходом увидят просто, как она, какая она стала. И она махи уедет, она даже не будет ничего показывать. То есть они просто увидят, как бы из-за поворота, как это. И вот этот эффект будет, да, для них. Опять же, для них, не для нее. Ну, мне так это видится, что вот когда человек, вот она уже всего добилась, то мне было бы неинтересно, что показать, какой я, что там, вот. Просто много обид, а когда обиды есть, то доказывать этому человеку, который тебя обижал и не верил в тебя, и, то есть, мне кажется, что это, как бы сказать, много, много оваций для этого человека, много внимания. Вот. Как вам такая мысля психологическая? Но оно так и получается, что по психологии действительно мы так хотим всему миру все доказать, показать. И прям этого так хочется, чтобы вот заехать на какой-то там, не знаю, дорогой машине, куда-то, где ты там всегда был, там родился, чтобы все увидели. Ну, это я не знаю, или это надо. Если это и надо, то только на один раз, и то только так. Для галочки, скажем так. Но это так, мои ощущения. На сегодня, ребята, у нас что? Все. Все, закончили. Нифига себе, Баян поелчился. Но это только том 2. В Терминатор 2. Короче, второй том только пошел. Вот. Там еще третий есть, четвертый, по-моему, пятый. То есть, вы прикиньте, это мы целый год будем его читать. И полгода мы уже его читаем. Сколько там. Короче, это здоровый Баян. И что там дальше будет? Ну, оно интересненько, почему? Мысля. Видите, как работает? Мысля работает. Прям вообще, как это психолог. Я уже ничего, где-то, могура этого не вставляю, крэба. Хотя так хочется. Вы мне рот позатыкали, все, я уже не могу. Не могу. Точнее могу, но могур, я могу, я могу, я могу много. Ну, оно у меня мыслями иногда. А здесь что-то, знаете, иногда хочется пошутить. А эта шутка, она же из нашего современности. Она туда не вставляется. И я вот так вот хоп-хоп хочу вставить. А он там не пляшет. И вы еще часто пишите, что они размышляют, как наши современники. Современные люди. Ну, конечно же, это же рассказ был написан в наше время. Потому так. Здесь вот эти кудесники, куролесники. Здесь даже лук. Вы писали про лук. Я так и не понял, что они там соорудили, что вот это копьем стреляли. Это же и есть вроде бы лук. И вы писали в комментариях, что вот это же когда они уже этот лук сделают. Я тоже думал, что это лук. Но я так понял, что там какое-то сооружение такое. Но я не понял, что это. Такая, как мортира, типа, что камни кидает. Только там как лук. Вот я себе представлял, представлял. И не понял. Но я понял, что это не лук. Ну, вот так интересненько. Пока интересненько, ребята. Еще вы очень много голосовали позапродолжение золота тайги. И мы, наверное, его закончим. Понятно? Мы его закончим. А что дальше будем делать? Я не знаю. Вот. Вы давайте сделаем так. Вы будете мне платить гроши. Вы мне будете давать деньги. И будете заказывать, что мне читать. Нормально так будет, да? Сто долларов в час будет. Сто долларов в час. Пойдет так, нет? Нормалек. Нормалек. Продлевать будете? Вот вы сто долларов даете, я вам читаю. Что вы закажете? На заказ песню буду спевать. Поняли? Нормально так. Конечно, нормально. Карты там все есть. Все есть. Все бы знали. Ну вот. Я действительно, ребята, не знаю. У нас очень большой этот рассказ получается. Он очень длинный. Дальше попробуем продолжить его. Я не знаю. Будете голосовать. Поголосуем. Попробуем, что дальше делать. Ну, золото тайги. Я действительно хочу закончить. Мне неприятно было, что там взрывы. Это все. И у нас это. Короче, я не мог его читать. Ну, сейчас надо его закончить уже. Посмотрим, как сейчас у меня будет внутри. Будут у меня взрывы там внутри, чи не? Бо я когда это его читаю, мне очень было тогда, помню. Ну, прям вообще. И так тут это. И там оно это все. Ну вот. А на сегодня, ребята, что? А на сегодня все. Ставьте ваши педали и все. И ехаем далее. Потому что без этих педалей ничего бы не было. Еще, может быть, запишу видео так, чтобы морду мою и лица увидели. Потому что действительно... Может, вы посоветите какие-то интересные рассказы, которые прям вообще до глубины души. Некоторые из вас советовали мистику. Но мистика у нас что-то ничего. У нас что-то не то, не то, не то, что-то у нас такое. Нам такое не то интересно. Нам надо избушка. Вот это. Ну, можем огуры мистика, но чуть-чуть. По чуть-чуть. Если даже их фантастика, то по чуть-чуть. Они вот зарядили эту фантастику. И по планетам мы там шляемся на корабеле. На корабеле, да? Так что... Ну, ребята, попробуйте, посоветуйте, что дальше будем читать. Вы мне некоторые прислали даже фотографию этих книжек. Ну, там короткие рассказы. И что интересно, они все перевернутые. Ну, они очень, прям очень короткие. Как для детей. Но вот такой формат, если вы мне интересны, если оно вам нравится, то оно же может и мне понравиться. То что же вы понимаете? Так что попробуйте давать мне название. Попробуем найти что-то интересненькое. Какие-то... Давайте мировые шедеверы. Пойдем по мировым шедеверам. А? Вы мне покидайте. А я посмотрю. Нужен автор и нужен текст. И желательно вообще, чтобы был текст. Потому что я могу и не найти этого. Вы понимаете? Оно же там подрезано, перерезано. Что его может и не быть там. Ну, а на сегодня что? На сегодня хватит теревене разводить. Давайте заканчивать эту нашу баянистую. Этот баян получился вообще, наверное, самый-самый баянистый наш баян. Такого прям баяна у нас не было никогда. Вообще. Вы посчитайте. Тут 47-50 частей. И вообще там было сколько? 40 с чем-то. Че сколько? Вообще у нас такого никогда не было. И что самое интересное. Это мы даже половину книги еще не прочитали. Ну, так по сути делают. Процентов 30. 33. Да? Как там если делить? Так что вот так вот. А на сегодня что? А на сегодня все, ребята. Ставьте педали и услышимся далее. Пока-два. Пишите кометы. Пока-пока. Споки-ноки. Чпоки вам. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.